Значит, опять вступление, это вы все знаете, но на всякий случай, на всякий случай, что обзор всего, сейчас пробежимся по всему, все, что я уже раньше рассказывал, что у нас не прогноз, мы не знаем, что будет, у нас не расчет, потому что расчет, он как-то вот все-таки, чем расчет отличается от прогноза? Да практически ничем, просто прогноз это на будущее, но он может быть разный расчет, он может быть среднее значение, дисперсии, статистические характеристики, на будущее. Вот. И прогноз еще, чем отличается от расчета, что прогноз привязан ко времени. Например, у нас может быть разный прогноз на 20 лет и разный прогноз на 30 лет. Но мы об этом ничего не задумываемся, потому что у нас с вами вот оценка. У нас смысл, вот, поэтому не средний, не правильный и не научный. Потому что вот подавляющее число не только в русовых процессах, а вообще вот открываете ресурсы, да, ресурсы, и вы смотрите там графики. Эти графики там связи какого-нибудь модуля однопроцентного расхода воды, там какого-нибудь уклона от лесистости, от площади до сбора, еще чего-то там, редукционные формулы и все. Видите, много-много-много-много-много точек, и по ним посредине проведена там гипербола, парабола, прямая линия, разного рода зависимости, логарифмическая там, в общем, любые. И что делают, какой вывод сделан? А вывод дается по вот этой правильной, средней, научной, обоснованной линии. Так вот, нам в русовых процессах она не нужна. Вот эта правильная, средняя, научная нам не нужна оценка. Что вот в среднем на 30 лет размоют на 30 метров. Да неинтересно это. Нам надо понять, 40 давать или 45. Потому что если 30 может размоть, значит может и 20, и 30, и 40. Все. Поэтому нам не 20, не 30 неинтересно. Нам вот важно понять, 40 нам давать или 45. И вот научных, прогнозных, расчетных методов нет. Поэтому мы с вами, видите, какие-то, у нас все методы такие, что вот, ой, сколько может быть, и сколько нам еще дать запас. Все методы такие. Вот. И, соответственно, в идеологии ППР это у нас целый час был, не до кода размоют, а до кода не размоют. Вот. Потому что если просто так вот какому-то внешнему человеку рассказывать вот эти вот ситуации, вот эти вот не методы, ну не методы, а как бы вот способы, да, страшно говорить слово метод, вот какие-то способы, то он скажет, не, что-то как-то ненаучно, что-то как-то не точно, что-то как-то неправильно, что-то как-то непрогнозно, что-то как-то нерасчетно. Вот что-то не то. А вот когда мы ему объясняем, что мы не этим занимаемся, не тем, чем наука занимается, вот этим правильным прогнозом на хороб точные значения, на ровно там, на 30 лет, вот такое. Нет, практиковщикам это неинтересно. Вот это научное значение. Им нужно вот туда, докуда не размоет. Это вот нечто другое. Это вообще разные значения. Докуда размоет, докуда не размоет. Вот, в Укатанам надо докуда не размоет. И поэтому, и поэтому, мало-то вот это важная такая вещь, оценка минимальной возможной отметки на основе имеющихся данных, потому что у нас сейчас все различие между всеми методами будет как раз вот на двух критериях, одним из критериев является вот, а что мы там поняли, что мы нашли, какие есть исходные данные, какие мы можем использовать, вот они разные ситуации, в зависимости от разных ситуаций мы делаем разные действия, вот, и все недостатки, недостатки данных, недостатки нашего ума, наше непонимание, наше сомнение, транспортуем в пользу безопасности обеда, лучше перейдеть, чем недобдеть колени, вот, соответственно, вот здесь, это вот на этом слайде, я собрал те наши реальные ситуации, самые-самые типичные, самые популярные, самые постоянные, которые у нас в голове просто автоматом уже сидят, сейчас я покажу побольше ситуаций, да, просто другие меньше или реже случаются, или они сводятся обычно вот к этим, вот, ну и понятно, первое это гармошка, точнее здесь смотрите, сначала деление на А и Б, А это в начале, Б это в конце, при наличии промеров, при наличии промеров у нас есть три ситуации, три ситуации, и нам вот крайне важно, крайне важно, вообще-то это всего лишь одно, крайне важно, это для меандрирования не использовать гармошку, для меандрирования гармошка не работает, для меандрирования гармошка плохова, плоха, особенно, если вы занимаетесь оценкой глубинной информации в вершине излучина, где уже сейчас максимальная глубина на этой излучине, гармошка, если вот вы там сделаете гармошку до переката, туда-сюда, до верхнего, до нижнего переката, вы вообще никакой полезной информации не получите, вот это основное, что делят вот на эти три части, вот, но тут еще есть такая ловушка, что у нас свободное меандрирование развитое, оно вот извилистое, и нам нужно научиться отличать его вот от такого, от разного рода извилистых рек, которые не меандрирующие, поэтому здесь вот важное такое слово, вот АА и один, не меандрирующие реки, вообще, слово не меандрирующие реки достаточно, здесь написано прямые, извилистые, не меандрирующие, вот просто одного слова не меандрирующего уже достаточно, там нет значимых гармошка, там суть заключается в том, что там какие-то глубинные информации, там что-то или сползает, или не сползает, это у нас будет, да, помните, мы позавчера вы этот вопрос задавали, я на это рассказывал, что да, там может не сползать, там могут быть просто бугры, и я, мы, мы не утверждаем, если уже вернуться вот к этому, к глубинным информациям, мы не утверждаем, что они не там будут, мы не утверждаем, что там размоют, мы боимся, что там может размыть, мы не можем отвергнуть такой возможности, что там размоют, вот так вот, и для этого я специально перед этим делал слайд, где я рассказывал, что это все вот в идеологии ППР, вот, ну и соответственно, в общем, что, мы знаем гармошку и гармошку используем, когда промеры есть, гармошку используем почти всегда, кроме вот этих двух ситуаций, это вот не развито граничное меандрирование, когда специальная гармошка, и свободное меандрирование, когда вообще по другой логике, сейчас я это разверну, еще раз, прям еще раз, на всякий случай, пробежимся по всем детализациям, вот, ситуации А1, первой, и ситуации А3, вот с меандрированием, Ну и все остальные ситуации, когда у нас не хватает, когда не хватает, когда мало, при наличии продольника, при наличии продольника это можно делать и для меандрирования, и вообще не разбираясь с типом стопроцесса. Почему? Потому что тут много таких ситуаций. Во-первых, потому что у нас такая ситуация практически всегда на малых водотоках. На малых водотоках у нас настоящее, идеальное, хорошее, классическое меандрирование, которое связано с перформированием поймов, случается очень редко. Но может быть. Ладно. Поэтому для малых рек можно использовать вообще без разговора. Второе. На малых реках, если уж там у нас есть продольник, то он достаточно длинный. Чего там, если при ширине малюсенькой? В общем, к чему я? Что вот формулу можно использовать и для свободного меандрирования. Для любой реки. Для любой реки, для которой мы даже, если мы даже не можем отличить, мы не можем отличить врезанную извилистую реку, как вот с правой верхней, и от свободного меандрирования, где в плане то же самое, но процесс другой. Поэтому формула, формула, формула и все. Поэтому сейчас детализируем чуть-чуть, детализируем, значит, вот ситуацию. Вот это, это она чуть больше детализирована. Вот здесь сейчас собраны, это практически тот же самый слайд, который был перед этим. Потому что здесь вот смотрите, метод расчета. Метод расчета гармошка 1, наша любимая. Гармошка 2, это такая, которая поперек сползания слабо развитых при ограниченном меандрировании. Поиск наибольшей глубины это меандрирование. Сейчас еще раз детализируем. Но это фактически предыдущий слайд. И формула. Морфологическая зависимость, которую я сегодня вам первый эпинастер рассказал, даже вспоминать не будем. Будем надеяться, что такая ситуация у нас никогда не будет. Вот, поэтому детализируем. Детализируем для... Этот слайд уже сегодня показывал, когда говорил, что сейчас мы просмотрим последнюю строчку по гидрологам и морфологическим зависимостям. Вот. Это вот разные ситуации. Сначала первый столбец, вот первый столбец, мы смотрим вообще, а что мы нашли? Вот мы искали, 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 посинели, вот что-то нашли. И мы смотрим, ага, что мы сможем, какой ответ мы сможем получить? Можем ли мы пообучать вот про понимание глубин? Насколько понимаем, о самих глубинах, о распределении глубин по длине реки. Дальше, если мы очень понимаем, то вот есть еще очень хороший случай, вот здесь вот, когда мы понимаем не просто так, а мы еще и понимаем даже, как именно происходят эти деформации, как именно сползают эти мизоформы вниз по руслу. И таким образом мы можем обосновать, понять так детально, что мы сможем даже обосновать сложный ППР. Обоснованный ППР разной глубины на разных, по ширине потока. Вот, поэтому фактически это примерно, опять же, та же самая, та же самая, предслайд, который был перед этим и перед ним, перед ним. Это то же самое, главное здесь действие, предпоследний столбец, действие, видите, это те же самые действия. Совмещение поперечников, формулы, формула с запасом. А, но здесь нет меандрирования, меандрирование вынуто, меандрирование будет отдельное, сейчас слайд, следующий слайд будет посвящен уже меандрированию. Вот для других, не меандрирующих рек, которые могут быть прямые, с разными условиями формами, могут быть извилистые, но не развивающиеся по схеме меандрирования. Здесь мы просто стыкуем первый столбец, где мы показываем ситуацию по наличию исходных данных, соответственно, пониманию, что происходит с рекой при этих исходных данных. И предпоследний столбец, где мы реально уже работаем с этими имеющимися данными. Вот, коллеги. И теперь для меандрирования, для свободного меандрирования. Здесь я детально рассказывал, что мы делаем, мы поняли, что у нас совершенно разные ситуации. В вершине излучины, там, где у нас основные плановые деформации, где самое глубокое место, плюс. И на перекате, где у нас минимальные плановые деформации и самые мелкие ситуации. Соответственно, вот здесь я собрал все то, что тогда рассказывал вам для свободного меандрирования, что у нас три ситуации. Это вершина излучина, перекат, а также самый типичный, это все остальные створы. И вот тут я прописал, что мы делаем, тоже, соответственно, при разном наличии сведений о глубинах в этой излучине, в соседних излучинах, на аналогичных ситуациях. Вот здесь я перечислил все это. Коллеги, вопросы. Это вот такой короткий обзор по... Не знаю даже, какую поставить. А, наверное, давайте вот этот я поставлю, вот эту картинку. Потому что это еще более обобщающая картинка. Это как бы связка между разного рода нашими подглавами. По-моему, этот слайд... Вот, вот у меня... Давайте вот с этой тогда. Смотрите. Вот логика всего нашего вебинара, который полностью соответствует логике нашего раздела про словно-процессов, отчета по режиме гидрометозыскания. Первый месяц у нас был Шерлок Холмс. Первый месяц мы занимались вот параграфом 1. Мы собирали исходные данные. И потом изучали эти исходные данные. На основе этих исходных данных мы описывали, то есть понимали участок. И для этого использовали вот понимание типов процессов. Параграф 1. Это был весь первый месяц. Вообще самый такой ключевой, да. Мы теперь начинаем понимать, что в зависимости от того, что мы там нашли, мы совершенно по-разному начинаем действовать дальше. Вот. Затем вот эти три основные части. Параграф 2. Горизонтальные деформации. Параграф 3. Вертикальные деформации. И параграф 4. Это вот пойменные протоки. Параграф 3. Это то, что мы с вами наконец-то все закончили. Ну, теоретически. В теории осталось все это практически нам еще использовать. Вот. И сейчас переходим к разработке пойменных проток. И перехожу обратно на предыдущий слайд, на котором я показывал вот такую вот основную таблицу разных ситуаций и соответствующих методов. Первая строчка – горизонтальные деформации. Вторая строчка – вертикальные деформации. Третья строчка – пойменные протоки. Вот. Сейчас мы закончили, условно говоря, вот вертикальные деформации, глубинные, донные. Вторая строчка. И переходим к третьей строчке – это пойменные протоки. Продолжение следует...